Ужурским детям с ограниченными возможностями здоровья придется покинуть свою уже ставшую родной школу-интернат. До 3 мая в ней обязаны прекратить все занятия и освободить кабинеты. Этого потребовала прокуратура после экспертизы. В это здание Ужурская школа-интернат переехала в 1982 году. До сегодняшнего дня здесь ни разу не делали капитального ремонта. Заключение показало не только видимые трещины на стенах, но и разрушение фундамента. Больше чем на 50%. Сейчас в Ужурском интернате 106 детей. Это ученики с 1 по 9 классы. Здесь они посещают не только уроки, есть условия для творческой и спортивной деятельности. Теперь главный вопрос, где заниматься ребятам. Мы именно пошли в эту школу, потому что здесь именно коррекционный класс. С нашими детьми работают специалисты узкие. То есть если здесь они находятся в своей среде, то в обычной школе к нашим детям относиться так не будет. Домашнее обучение мы не рассматриваем по одной причине, что наш ребенок должен же как-то развиваться, то есть как-то войти в социум. В этой школе только сейчас мы перестали бояться доски. Мы научились отвечать у доски. То есть не боимся что-то сказать. Он всегда боялся что-то говорить, потому что над ним начинают смеяться. Он неправильно говорил. И естественно, как мы родители переживали за него очень сильно. И он воспринимал, он стал замыкаться в себе. А вот сейчас он стал раскрепощаться. Коллектив школы-интерната по-своему уникален. Штат почти 90 человек. Директор говорит, потерять этих сотрудников никак нельзя. В штате у нас есть учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, тьютер, инструктор по физической культуре, социальный педагог. Ну и учителя-предметники. Также есть педагоги дополнительного образования, которые второй воспитатели, которые второй полный день организуют. То есть у нас полный штат. То есть полностью день учебный с 8 до 5 вечера мы организуем этих ребят. Конечно, сложно создать в другом образовательном учреждении, но такие вот, наверное, условия. В Краевом министерстве образования сейчас думают, как решить проблему. Успокаивают. Речи о закрытии школы-интерната не идет. Но из опасного здания все же придется съехать. Пока найден временный вариант. Ребята будут учиться в том же корпусе, где сейчас живут. Здание примерно того же года постройки, но в отличие от здания учебного корпуса, здание жилого корпуса сейчас сохранно. Сейчас мы завершаем образовательный процесс вот в таких условиях. А решение вопроса о том, где в дальнейшем будут размещены обучающиеся, педагоги, работники, школы, сейчас решается на уровне региона и муниципального образования. Пока взрослые ломают голову, куда переехать в школе, будущие выпускники девятых классов готовятся к поступлению в училище. Другим придется привыкать к новым условиям, которые для них обещают создать. Александра Арепева, Дмитрий Шевцов. Новости.